Всем привет! Меня зовут Елена и мой канал Мой Сад Моя Гордость. Сегодня у нас 1 июня. Хочу поздравить вас всех с праздником Днем Защиты Детей. Сегодня я хотела вам рассказать и показать, как я буду делать свою обрезку гортензии. Вот она у меня проснулась. Обрезку нужно делать обязательно в июне месяце, потому что бывает еще не все почечки распустились, проснулись у нас. И поэтому обрезку кустарников, вообще декоративных кустарников, не только гортензии, а вообще декоративных кустарников проводят в июне месяце. И сегодня я хотела с вами провести вот такую обрезку, показать вам. Смотрите, мы тут наглядно видим, где у нас веточки проснулись, а где они у нас просто засохли, погибли. Значит, мы сейчас будем с вами вырезать вот эти вот все лишние веточки. То есть мы уже уверены, что вот из этих веточек точно ничего уже не получится, никакие почки у нас не набухнут. Поэтому и делается обрезка в июне месяце, а не раньше. Ни в коем случае раньше обрезку делать не надо. Вот видите, какие мы убираем? Вот таким образом мы сейчас с вами обрежем нашу гортензию. Эта гортензия у нас метельчатая, которая осенью уходит у нас в розовый цвет. Очень красивая. Этому кусту у меня уже лет 8, наверное. Этот куст у нас у меня маточником является. Я с него беру черенки, укореняю их. Люди приходят ко мне и покупают уже готовые устальнички. Вот таким образом. Тут, конечно, у меня его немножко нынче подъели мышки. Я его тут обмазывала, но немножко я его спасла. Шаровидную, конечно, гортензию я не смогла спасти. Я ее вот сейчас вырезала всю. Вот она у меня стоит. Я ее все вырезала. То, что пошло. Вот сейчас вот эта прорость у нас от земли почечки дала. Но она у нас цветет как на побегах прошлого года, так и текущего. Так что я, в принципе, как бы особо и не растунулась. Вот так вот делаем с вами обрезочку. Такую обрезку можно проводить со всеми кустарниками. Я уже говорила. Вот у меня стоят и барбарисы. Я буду их сейчас проходить тоже. И спиреи тоже буду проходить. Вот таким образом. Вот она у нас красавица какая шикарная. Люди приходят ко мне, просто завидуют. Говорят, какая красивая она у тебя. Подкислять нужно гортензию. Если у вас почва не кислая, обязательно гортензия любит кислую почву. Разводите, значит, либо лимон можете выжимать, водичку подкислять, либо немножко уксуса, слабый раствор, либо кислота лимонная, порошочек вот этот. Покупаете, разводите. Подкисленная водичка должна быть. Гортензия очень любит кислую почву. Но у меня здесь, так как достаточно кислая почва, я уже про это вам говорила, подкислять особо я не подкисляю. Мне хватает достаточно того, что у меня кислая почва и растет мух, мокрица. Вот. Ну вот таким образом. Тут еще веточка маленькая. Вот таким образом мы с вами обрезали, провели обработку, обрезку моей гортензии. Вот. Кому понравился мой ролик, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно видеть вас на своем канале. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.